Паста Виватон 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 Вода, мука и масло. Вот. Причем не масло топленое, а масло растительное, как и Господь сказал. И вот мы делаем сейчас такое масло, и это масло туда вводим. Вода, мука и масло. Вот как Господь сказал, так мы и исполнили. И теперь люди, употребляя этот хлеб в сушках, безумно вкусно. Но как полезно. Потому что золото только пшеницы. А оно нам необходимо, как воздух. Это правда, друзья. Третью вы получаете сегодня в подарок за 999 рублей. Зубы, знаете, вот когда почистишь пастой Виватон, вот прям языком потом проводишь по зубам, ощущения, знаете, такие гладкие, просто как жемчужинки, такие просто чистые, невероятно. Причем, да, вы сегодня рассказывали уже про нашу телезрительницу, которая вот с помощью этой пасты, вот ничего не было под рукой, да, вот Виватон, ничего не оказалось, спрея не было у нее, ничего не было, и она взяла и пасту, развела в воде, и от простуды дала сыну полковнику, да? Да, и он утром уже пошел на службу, 36,6 температуры. Вот так, я знаю, что вы как в поездке, когда-то на ноги поставили коллегу. Но это не значит, что нужно, зачем пасту есть, я наоборот не рекомендую. Это вот люди делают как бы так, то, что делают, то делают. А есть вот, например, спрей, тем более он есть сладенький такой вот для детей, а есть такой солененький. Это уже для более взрослых людей. И кому что нравится, тот, кто и принимает. Абсолютно. И там у него вот его сослуживец, это командир роты. Ну, капитан, по-моему, да. Но это не важно. И они же там спят, вот там в казарме, да, и они там же все в одном месте. И вот начал, вся рота начала кашлять. От одного всем передалось. И они не могли выйти на задание. Потому что кашель, чих, и, естественно, они сами себя как бы выдадут. Он привозит этот спрей. Вот спрей называется для полости рта освежающий гигиенический. Хотя это сверхлекарство, которого в мире сегодня не существует. Но его пробить, естественно, невозможно. Потому что мафия очень сильная, пробить ее невозможно. И он привез туда этим солдатам. Где-то он приехал там часа в три, раздали этот спрей всей роте. И утром они ни один не кашлял. И этот ролик я хочу вам переслать. Чтобы вы просто показали народу. А сейчас я хочу, чтобы вы обязательно показали интервью, ролик с Михайловым. Сашей Михайловым, это любовь и голуби, главный герой. А, да, есть такое у нас интервью. Вы все-таки показывайте наших героев. Показывайте, что есть люди, которые имеют честь и совесть. Когда меня спрашивают, что такое человек верующий. Верующий воистину – это человек, который имеет честь и совесть. Если у него есть честь и совесть, он может не крещеный быть, какой угодно. Но он Божий человек. Он дитя, истинное дитя Божие. Да, давайте посмотрим как раз сейчас. Это Александр Яковлевич. Почти 20 лет. Я очень благодарен Господу, что мы встретились с ним. К счастью, не в самые такие тяжелые мгновения, но тяжелые минуты мы были вместе. Скажу больше дважды он меня вытаскивал с того света. Это было. Я очень ему благодарен, признателен. Эти сто с лишним трав, которые ты собираешь на нашей земле, на нашей, на моей земле, в Алтае и Сибирском крае. Когда входишь в твой странный, своеобразный особняк, и когда весь этот особняк от подвала заполнен огромными тюками рогожьей тюки, и они в основе там одни травы, уже здесь, вот в этом вот его подвале, его особнячка, у Купчихи, вот где-то там, взлеток, и фундамент был, он такой поднял его недавно. Но самое главное для него, самое дорогое, это был вот этот вот подвал. Огромный подвал, эти огромные полки, где можно стоять и качаться от удовольствия, и можно даже в какой-то степени излечить свою душу. Это он сказал о травах, это вот опять не то вы поставили. Там, где он говорит о школе, о том, что все дети были здоровые, они не просто не заболели вирусной инфекцией, они почти все сошли на нет за три с половиной года, почти все патологии ушли. То есть, находясь, учась, не без отрыва, как говорят, от производства, от обучения, они выздоравливают.